Общее сведение. В полости матки нередко обнаруживается наличие свободно лежащих или вросших внутри маточных контрацептивов и их частей нитей пластиковых плечиков, металлических обломков, операционных лигатур, костных фрагментов плода. Иногда попавшие в матку инородные тела инкапсулируются и длительное время не проявляют себя. В других случаях инородные тела могут перемещаться при сокращении мышц, вызывать перфорацию стенки матки и мигрировать в брюшную полость. Или ретроперитониальное пространство. Инфицирование инородных тел матки вызывает хронически текущий воспалительный процесс, не поддающийся активной терапией. Проблема обнаружения и удаления инородных тел матки в клинической гинекологии имеет свою актуальность в связи с вероятностью развития широкого круга опасных осложнений. Инородное тело матки Симптомы инородного тела матки Клинические инородные тела матки обычно проявляют себя изменениями менструальной функции, минорагиями, метрорагиями, кровянистыми выделениями. В случае длительного нахождения в матке инородные тела вызывают хронический эндометрит, вторичное бесплодие, иногда развитие пиометры. Наличие фрагментов ВМС может быть бессимптомным. Появление болевого синдрома, как правило, указывает на перфорацию стенки матки частями ВМС и может привести к дальнейшей эмиграции предметов и травмам соседних органов. Перфорация матки может быть частичной, ВМС внедряется в миометрии и полной, ВМС полностью или в некоторой степени выходит за пределы стенки матки. При эмиграции инородных тел из матки они могут обнаруживаться в области сальника ректосигмаидного угла мочевого пузыря аппендикулярного отростка придатков матки забрюшенного пространства в слепой или тонкой кишке. Костные остатки плода чаще всего случайно обнаруживаются у пациенток, обследуемых по поводу длительного эндометрита, нарушения менструального цикла вторичного бесплодия. В анамнезе у данной категории женщин выявляется прерывание беременности сроки 13-14 и более недель, как правило осложненное кровотечением и повторным выскабливанием полости матки. Лавсановый или шелковый лигатуры обычно выявляются у пациенток с эндометритом пиомитрой перенесенными акушерскими или гинекологическими вмешательствами кесарево сечения консервативная миомектомия и дыры, закрывающая круглая скобка. В связи с этим пациенток беспокоят гнойные бели, вторичное бесплодие, диагностика инородного тела полости матки. Основным методом обнаружения инородного тела матки, которым сегодня располагает гинекология, является гистероскопия. Остальные инструментальные исследования, осмотр на кресле, зонзирование, УЗИ, лапароскопия имеют вспомогательное значение. При проведении гинекологического исследования инородное тело в матке может быть обнаружено с помощью зонда. Недостатком зондирования полости матки является невозможность определения точного нахождения предмета, его характера, формы и величины, отношения к стенкам матки и соседним органам. Проведение трансвагинального или трансабдоминального УЗИ более информативно для обнаружения внутриматочных контрацептивов. Фрагменты ВМС в виде зон повышенной ихогенности могут обнаруживаться непосредственно в полости матки или в толще миометрии. УЗДиагностика костных останков и леготур полости матки затруднена и малоинформативна. Гистероскопическая картина зависит от характера инородного тела матки. Длительно находящиеся в матке инородные тела могут покрываться эндометрием, внутриматочными синей хими, сэлями, а также образовывать пролежние в стенке матки. С помощью гистероскопии возможно определение и локализация инородного тела матки и проведение его прицельного удаления. Бактериологическое исследование маска позволяет подобрать адекватную антибиотикотерапию, основываясь на чувствительности микрофлоры препарату. Инородные тела, свободно лежащие в брюшной полости, обнаруживаются при обзорной рентгенографии.